Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Яйгери Мукашева. Вот главная тема. Патрульное авто за 180 тысяч с деньгем. В районе Макжана Жумабаева установили макет полицейской машины. Для чего такие креативные идеи? Десять лебедей спасли в северном Казахстане. Молодняк не смог улететь в теплые края. Какова дальнейшая судьба пернатых? Затопило дорогу и тротуар. В микрорайоне Жасуркен прорвало трубу. Какие меры приняли коммунальные службы, чтобы не допустить коллапса? А теперь обо всем по порядку. Жители Казалжарского района не получают адресную социальную помощь уже несколько месяцев. Из-за отсутствия средств люди вынуждены влезать в долги, но и отдавать их пока тоже нечем. Почему приостановили выплаты АСП и дождутся ли материальной помощи от государства многодетные и малообеспеченные семьи? Ответы на эти вопросы узнавала моя коллега Алена Хан. За садик платить 10 тысяч только одному ребенку. У меня двое должны пойти в садик. За второе ребенок мы в садик не ходим, потому что не одно что платить. Вот они сказали, ждите, ждите. И таких семей в селе Шаховском Казалжарского района немало. Купить дрова, уголь, зимнюю одежду для детей они рассчитывали на деньги от адресной социальной помощи. Но не получают ее больше трех месяцев. Гульнара Женсиитова – многодетная мама. У нее пятеро детей. Младшему всего 10 месяцев, поэтому выйти на работу она не может. Да и найти ее в селе непросто. Зарабатывает супруг, но его зарплаты не хватает для содержания большой семьи. У нас такая проблема, что у нас начались задержки по АСП. Нам уже 4 месяца не оплачивают. Ссылка на то, что в бюджете нет денег. А когда в других районах везде все выплачивают полностью, никаких задержек нет. Мы вам 1 ноября обязательно выплатим за весь остаток, которым у нас есть задолжить. Так нам сказали в АСП в Казалжарском районе. Информацию о существующей проблеме в Казалжарском районе подтвердили. Но на это действительно есть причины, поясняют специалисты. Если в 2018-м за адресной социальной помощью обратились 128 семей, то с 1 апреля этого года их количество увеличилось почти в три раза. Нуждающихся стало 379. Поэтому и запланированных в бюджете средств не хватило. Отделом занятости была направлена заявка на выделение дополнительной потребности на 60 миллионов тенге. 1 ноября текущего года с нацфонда 11 миллионов поступили на счет отдела. Была погашена задолженность за август месяц. После 15 ноября ожидается 50 миллионов тенге из республиканского бюджета. В декабре месяце 11 миллионов тенге из нацфонда и 10 миллионов тенге тоже из республиканского бюджета. Тогда задолженность сразу погасят перед всеми получателями. Кстати, среди них были и те, кто скрывал свои доходы. По результатам проверок из почти 400 семей, действительно нуждающихся в адресной социальной помощи, только 263. Алена Ханк, Азбек Арыкбаев, Новости МТРК. С юга на север с начала года в район Макжана-Жумабаева из трудоизбыточных регионов страны переехали больше 60 семей. Здесь для них создали максимально комфортные условия, обеспечили жильем, работой, подъемными. О жизни на новой родине и возможностях – наш следующий материал. Для многодетной семьи Камбаровых северный регион стал вторым домом несколько месяцев назад. Собственного жилья в родном селе в Сарагашском районе Туркестанской области у них никогда не было. Чем больше появлялось детей, тем теснее становилась их съемная квартира, говорит Гульнара Камбарова. Женщина рассказывает, что всегда мечтала перебраться с семьей в частный дом. Мы приехали в Северный Казахстан 20 августа. Никогда не забуду этот день, нас так тепло приняли. Страха переезда практически не было. Как и любые родители, мы думали о трудоустройстве и о детях. У нас их шестеро. Они ходят в школу, я работаю в детском саду. Муж планирует заниматься животноводством. Получили подъемные как положено. С ССП тоже проблем не возникло. Работать на себя хочет не только глава семейства Камбаровых, но и Гульнара. Она планирует открыть небольшой продуктовый магазин. Возможно, свою мечту осуществит уже в новом году. Если Камбаровы заранее планировали, что переедут из Туркестанской области в Северокзахстанскую, то Бек Султан Ситказиев вместе с супругой приняли это решение спонтанно. Жители Арыси заселились в дом в селе Сулышок вчера утром. Говорят, что на родине их дети находились в постоянном страхе. Малыши вспоминали о взрывах, а еще начали болеть. Люди, которые переезжали из Арыси, рассказывали разные о своих новых домах. Но я не привык верить слухам. Все проверяю на личном опыте. Уезжая, мы понимали, что ничего не теряем, так как своего жилья на родине у нас не было. Мы жили в постоянном напряжении. Для родителей важно спокойствие детей и их здоровье. У нас их восемь. Ждем девятого. После взрывов они плохо спали, постоянно боялись. В какой-то момент у младших появились высыпания на коже, которые не проходили. Мы приняли решение уехать и не жалеем. Будем строить жизнь в новом доме. По образованию я швея. Знаю, что без работы не останусь, поэтому страха переезжать не было. Я уверена, что здесь будет хорошо моим детям, а значит и мне. Начать новую жизнь семьям, которые приехали на север Казахстана из трудоизбыточных регионов страны, помогает не только государство, но и предпринимателям. Они строят дома для переселенцев, берут к себе на работу. Они работают в нашем ТО, да. У меня работают в основном в школе. Школу сохранения, в школе сейчас работает свыше 25 рабочих. В этом году по программе построили 5 домов. С начала года в район Махжана-Жумабаева с юга страны переехали больше 60 семей. Это свыше 200 человек. Для них построили 36 домов. В основном в эти дома заселяем многодетных, где 4, 3 и более детей. Для прибывших выплачивается субсидия на переезд на одного человека 80, в пределах 80 тысяч тенге. Также в 2019-м из Туркменистана, Китая и России в район Махжана-Жумабаева переехали 6 семей оралманов. Дарья Пашмынцева, Жулызбек Ермуканов, Новости МТРК. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Виртуальная волшебная комната. Проекция живых анимаций и сенсорного оборудования оказывает релаксирующий эффект. Превращает комнату в настоящий волшебный мир. Помогает уменьшить внутреннюю тревожность, снимает стресс. Способствует улучшению памяти, внимания и воображения. Стимулирует развитие сенсорной чувствительности, а также помогает справиться с детскими страхами. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход», телефон 460873. Вы смотрите новости на МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Нелепая смерть. В Есельском районе женщина погибла из-за лошади. Животное неожиданно выбежало на дорогу, по которой жертва ехала в автомобиле. За рулем сидел мужчина. От удара он пострадал, а вот его пассажирка через несколько дней от полученных травм скончалась в больнице. Трагедия произошла в темное время суток. Аналогичные случаи зафиксированы в Айртауском и Акаинском районах. Полицейские призывают водителей соблюдать на дорогах скоростной режим. А владельцев скота лучше следить за животными. В местах установки знака перегон скота сбрасывает скорость и быть предельно внимательны. Также хочу сказать, что все дорожно-транспортные происшествия с участием домашних животных произошли в ночное время. Так что попросим пассажиров в ночное время быть предельно внимательными. При подъезде к населенным пунктам соблюдать все необходимые правила и быть водительными на дороге. Почти 30 аварий произошло с начала года в регионе на автодорогах республиканского значения. Нередко они случаются из-за того, что водители игнорируют знаки с ограничением скорости. Нетрезвыми садятся за руль или засыпают во время вождения. О безопасности теперь будут напоминать не только настоящие патрульные машины, но и их передвижные макеты. Первые установили в районе Макжана-Жумабаева. Наша съемочная группа попыталась отличить муляж от оригинала. Издалека макеты полицейских машин выглядят как настоящие. Встретив ее на своем пути, водитель инстинктивно сбрасывает скорость. Такое изобретение для Казахстана не новинка. Одни из первых муляжи патрульных машин появились на юге страны этим летом в Жамбулской и Алматинской областях. Полноразмерные с проблесковыми маячками. В нашей области макет полицейского авто появился на прошлой неделе. Его не случайно установили на 618-м километре автодороги республиканского значения Челябинск-Новосибирск. Движение здесь оживленное. И водители лихачей, для которых понятие «безопасное вождение» применимо лишь в теории, всегда хватает. Здесь постоянно ранее были ДТП с тяжкими последствиями. Так как здесь находятся несколько заправочных станций, населенный пункт, пешеходы постоянно переходят, скот перегоняют. Стоит такой муляж 180 тысяч тенге. В противовес человеческой жизни вложение незначительное. Ночь, высокая скорость и музыка на полную громкость. Для многих автолюбителей темное время суток. Как говорят полицейские, время расслабиться и ненадолго забыть не только о проблемах, но и о правилах. О безопасности на дороге любителям прокатиться с ветерком теперь будет напоминать макет патрульной машины. Стражи порядка говорят, что такой муляж для водителей лишь помощник. Плановых рейдов и профилактических мероприятий никто не отменял. Макет патрульки, который видно и днем, и ночью, уже оценили североказахстанцы. Полезно для безопасности пешеходов и водителей. Даже сейчас подъезжали, уже ехали водители, уже сразу увидели макет этот стоит, уже пошел сброс скорости. Хотя 70 допустимо на этом участке. Тихо, а значит далеко. Ехать можно будет не только на этом участке автодороги. Полицейские регионы решают, где расположить следующие макеты патрулик. Их, кстати, можно переставлять. До конца ноября текущего года планируем установить максимально на всех автодорогах. У нас наиболее аварийно опасные участки. Это у нас село Аралагаш. Это автодорога Астана-Петропавловск, а также Жасказган-Петропавловск. Дарья Пашмынцева, Желтый Збек, Ермуканов. Новости МТРК. По блату обещала сделать дипломы, водительские права и даже выбить квартиру через Акимат. Естественно, не бесплатно. В Петропавловске предприимчивая женщина с легкостью получала деньги от доверчивых горожан. На удочку подозреваемой попались минимум 10 человек. Однако стражи порядка предполагают, что эта цифра может быть в разы больше, ведь не все пострадавшие написали заявление. За свои услуги женщина в среднем получала по 350 тысяч тенге. Тарифы доходили до миллиона. Некоторым своим клиентам подозреваемая предлагала скидки, при условии, что те приведут еще несколько людей. Общий материальный ущерб сейчас составляет больше 3 миллионов тенге. В отношении 38-летней женщины ведется следствие. Компанию на скамье подсудимых ей может составить 28-летний молодой человек. Недавно его задержали стражи порядка. По данным полицейских, он обманным путем оформлял микрозаймы на жителей региона. Подавал объявления в социальных сетях об устройстве на работу. После чего, получая удостоверение личности, банковские карты, просил предоставить их себе. В дальнейшем через вот этих людей выводил вот эти денежные средства. Мотивирует это тем, что денежные средства предоставлены уже как аванс. Суммы 50-40 тысяч тенге. При оформлении микрозаймов там лицо не нужно. Достаточно предоставления удостоверения и деньги, куда нужно вывесить денежные средства. И к другим темам. 15 пожаров за неделю зарегистрировано в Североказахстанской области. В огне погибли 2 человека, а пятеро отравились угарным газом. Причина ЧП во всех случаях – несоблюдение техники безопасности. Какие меры принимают спасатели, чтобы не допустить трагедии, расскажет Анжелика Сычева. Несмотря на меры огнеборцев, люди продолжают пренебрегать правилами безопасности. Статистика пожаров неутешительная. 11 ноября в селе Илинки сельского района произошел пожар в частном доме. На месте спасатели обнаружили тело 30-летнего мужчины. Еще один случай, но с менее плачевным исходом зарегистрирован в Петропавловске. Женщина с ребенком надышалась угарным газом. Обоих удалось спасти. Аналогичная ситуация произошла и в селе Бесколь, Козлжарского района. Там пострадала мать с тремя детьми. Виновниками ЧП, как правило, становятся сами жильцы частного сектора. Основными причинами, повлекшими гибель на пожарах, это явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового баллона. Также неосторожное обращение с огнем. Отравление угарным газом в жилом секторе без возникновения пожаров. Это неисправность печного отопления, где был забит сажей дымоход печи. Также в случае отравления угарного газа по причине преждевременного закрытия задвижки. Чтобы не допускать несчастных случаев, важна профилактическая работа, говорят спасатели. Именно на ней и делают акцент. Этой неделе мы по области установили порядка 20 датчиков угарного газа. Только за истекшую неделю совместно с местной полицейской службой, волонтерами, местными исполнительными органами было проведено более 2000 адресных рейдов, в ходе которых охвачено свыше 3000 человек. Распространено более 2500 памятных. С начала года по Североказахстанской области установили 348 датчиков угарного газа. За это время по их сигналу удалось избежать двух несчастных случаев. Анжелика Сычева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Неожиданный потоп в Петропавловске в микрорайоне Жасуркен рядом с 40-й школой после полудня прорвало трубу. Двор учебного заведения за считанные минуты наполнился водой, как и прилегающая к нему территория. На улице мороз и ходить по ледяной воде опасно. Жители переживали, что это место быстро превратится в огромный каток. Но в течение 15 минут ремонтная бригада перекрыла воду. Огромную лужу откачали. На данном участке ведут работы специалисты товарищества Козылжар-Су. Им предстоит устранить неполадки. По словам администрации школы, учебному процессу происшествие никак не помешало. Занятия проходили в привычном режиме. Произошло повреждение на водоводе по улице Парковой. На трубе диаметром 500. Предположительно, сейчас уже устанавливаем разрыв шва. Без воды у нас 4 двухэтажных дома и школа сама, естественно. Сегодня работу мы будем продолжать до окончания, пока не дадим воду. Подвоз воды мы организовали всем. Не окрепли и не смогли улететь. Многие петропавловцы обеспокоены судьбой лебедей и просят их спасти. Об этом они написали в социальных сетях. На одном из водоемов возле города обитают больше 10 пернатых. У молодняка не хватило сил перебраться в теплые края. Сегодня сотрудники ДЧС и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира провели спасательную операцию. Свой небольшой вклад внесла и съемочная группа МТРК. Сильные и могучие лебеди преодолевают тысячи километров. Когда летят с севера на юг и обратно. Размах крыльев достигает почти трех метров. Но это взрослые особи. А вот молодняк очень уязвим. Вот и полугодовалые детеныши, сородичи которых улетели на юг, остались в холодном северном Казахстане. Еще серых и беззащитных многие петропавловцы могли видеть, когда ехали в сторону аэропорта. Кто-то просил их спасти, а кто-то говорил, что природа знает как лучше. Нужно спасать и отловить, и в ботанический сад. Погибнуть жалко. Это называется естественный отбор. Ай-яй-яй, надо же быстрее их спасать. Жалко будет, если таких красивых птиц или люди-ниледи угробят, или животные. На помощь пернатым пришли сотрудники ДЧС и территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Развернули спасательную операцию. Дальше белый и двое с ним небольших. После Кабыша проверьте сюда, проверьте. Медлить нельзя, лед крепнет, а значит скоро шипуны станут легкой добычей для голодных лисиц. Они сейчас для лебедей опасность номер один. Холод сильной птицы нипочем. Вытащили, спасли и обогрели. Красивые и грациозные в безопасности. Но следующей осенью на их месте окажутся другие. Лебедей в нашем регионе спасают каждый год. На всей области следим за состоянием водоемов, наличием птиц. Ежегодно отлавливается порядка 15, рекорд был порядка 30 лебедей в году, наверное, в 2012. Ну, конечно, птица дикая, они очень активные, бегают, но мы быстрее немножко. Сегодня спасли десятерых, но четверо их собратьев остались на водоеме. Из-за тонкого льда людям туда не подобраться. За ними придут позже, обещают спасатели. А тех, что вытащили сегодня, выпускают на волю. А прямо сейчас мы отпустим вот этого красавца в теплый канал. Здесь он вырастет, окрепнет и уже следующей осенью сможет улететь на юг. От нас лебеди далеко не улетают. Добираются до берегов Каспийского и Аральского морей. Эти пока перезимуют здесь. Не хуже, чем в теплых краях. Вода в этом канале не замерзает даже в самые суровые морозы. Айгири Мукашева, Желдозбек, Ермуканов, Новости МТРК. И к другим темам. До внедрения обязательного социального медицинского страхования остается чуть меньше двух месяцев. Чтобы понять все плюсы и минусы реформы, ее активно обсуждают во всех областях страны. Не исключение и североказахстанское. В Петропавловске сейчас работает независимый столичный эксперт. Своим мнением о предстоящих изменениях он поделился с медицинской общественностью региона. В зале детской областной больницы работники медицинской сферы региона. В областной центр приехали врачи и медперсонал из районных больниц. Столичный независимый эксперт Марат Мамаев рассказывает, новая система, а точнее ее внедрение – вопрос не одного дня. В нашей стране ее разрабатывали несколько лет, основываясь на международный опыт. По словам специалиста, с внедрением ОСМС в первую очередь увеличится финансирование системы здравоохранения. Подход к распределению бюджетных средств станет другим. Идет большая диспропорция между регионами. Например, простой пример, когда в одной области для одного онкологического больного тратится 19 тысяч тенге, а в другой области тратится 45 тысяч тенге. То есть идет большая диспропорция расходов на население. Вот это был таким явным сигналом для того, чтобы уже начать побыстрее процесс централизации финансирования. В первую очередь улучшится доступность и качество медицинских услуг. У врачей общей практики, к примеру, появится больше времени на каждого больного, снизится нагрузка. А пациенты, в свою очередь, будут получать качественную своевременную медицинскую помощь. Это увеличение объема финансирования в здравоохранении, это увеличение услуг, повышение квалификации медицинских работников. То есть пациент не будет затрачивать столько денег, сколько сейчас на частной клинике. То есть это будет отплачиваться уже, если он является участником ОСМС, с фонда обязательного медицинского страхования. С внедрением ОСМС с нового года казахстанцы будут ежемесячно перечислять по 1% от своей заработной платы. Еще 2% обязаны отправлять работодатель за своих сотрудников. Мое мнение, медицинское страхование – это очень полезно для каждого гражданина Республики Казахстан, потому что каждый гражданин сможет пользоваться этой услугой. Эта услуга очень удобна. ОСМС – это расширенный пакет медицинских услуг для застрахованных казахстанцев, дорогостоящие анализы, обследования операции. Все это станет доступным. А 15 категорий граждан, среди которых социально уязвимые слои населения, дети и пенсионеры, будут получать услуги за счет бюджета. Айгири Муканова, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Работать слаженно и сообща. Такую цель ставят перед собой активисты волонтерского движения Казахстана. В рамках проекта «Волонтерский корпус» в каждом регионе страны открыты координационные центры. В Петропавловске он действует с сентября. За это время инициативная группа ребят провела десятки встреч, конкурсов и челленджей. Успешными идеями и проектами представители клуба поделились с нашей съемочной группой. Отзывчивые и бескорыстные. В нашей стране 287 волонтерских клубов, которые объединяют 50 тысяч активистов. Они организовывают сбор средств на лечение детей, помогают пострадавшим при пожаре или наводнении, поддерживают пожилых людей и всех нуждающихся. К примеру, в клубе 28 петель, кстати, он один из самых многочисленных в Казахстане, вяжут одежду для недоношенных малышей. На сегодняшний день уже изготовлено 134 тысячи комплектов и вовлечено в этот проект 1926 волонтеров. Активные североказахстанские волонтеры. Гордость регионального клуба – поисковый отряд. Чтобы найти пропавшего человека, на улицы выходят около полутысячи неравнодушных земляков. Самая старшая участница отряда – 72 года. Помогают инициативные и активные североказахстанцы и бездомным животным, а еще людям из социально уязвимых слоев населения – ветеранам войны и труженикам тыла. Волонтеры есть в каждом районе области, но им не хватает сплоченности, говорит руководитель клуба Лилия Гизатулина. Наша задача на следующий год – это объединить все наши волонтерские организации, которые так или иначе работают по этому направлению, которые помогают безвозмездно людям. Соединить все клубы волонтеров при наших учебных заведениях, охватить не только город Петропавловск, но и всю область. То есть в следующем году у нас будет тур по всем районам нашей области, где мы расскажем о волонтерской деятельности, где мы будем оказывать поддержку. В рамках проекта «Волонтерский корпус» такие координационные центры создали по всей стране. Клубы смогут взаимодействовать и работать сообща. А еще в планах у активистов организовать археологическое и экологическое направление волонтерской деятельности. Агири Мукашева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Конкурс технического творчества состоялся в Петропавловске. Свои работы представили больше 20 юных техников. Экология, экономика, робототехника. Фантазия авторов безгранична. Моя коллега Анастасия Остертак познакомилась с самыми креативными проектами. 40 квадратных метров. Масса рассчитана на 2 тонны 200 килограмм. Ердо Сутигенов на конкурс пришел с необычной идеей. Дом на плаву. Над проектом работал около полугода. Говорит, в этом ему помогали наставники. Учится он в Петропавловском строительно-экономическом колледже на третьем курсе. Газ, вода, электричество. Маленький домик будет оснащен всем необходимым. Самое главное, проект безупречен с экологической точки зрения. Автор предусмотрел все. Устанавливается специальный отдельный выдвижной ящик, септик. Сбрасываются отходы, он не вредит природе. Все пищевые отходы уходят. По прибытию на берег они утилизируются. Мирея Мирбек из Козлужарского района. Говорит, узнав о конкурсе, сразу начал готовиться. Идей в голове было много, делится конкурсант. Но остановился на одной. Задумался о проблеме дефицита питьевой воды в отдаленных селах. Он считает, что его проект сможет изменить положение дел. Подведение воды и электричества требует больших затрат. Мой проект будет очень полезным для нашей страны с точки зрения экономики. Добывать воду при этом можно методом нефтекачалки. Питание при этом идет за счет солнечных батарей и ветряного генератора. Вода будет собираться в башни и затем распространяться дальше. Конкурс научных проектов в Петропавловске проходит ежегодно. В этот раз участники представили более 20 работ. Строительство торговых центров, современных спортивных залов, робототехника. Все они разные и не похожи друг на друга. Дает ученикам возможность технического развития, возможность проследить цели, скажем так, и общую концепцию развития технического образования и куда движется. Проекты, скажем так, есть довольно интересные проекты, на хорошем таком уровне, которые запоминаются. Жюри оценивало проекты по нескольким номинациям. Учитывали эффективность идей, новизну и актуальность. Первые места за оригинальность получили оба героя нашего сюжета. Ирдо Сутигенов и Мирия Мирбек. Анастасия Астертак, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Привел команду к титулу и стал лучшим. Наставника футбольного клуба «Казалжар» Али Алиева признали тренером сезона. На торжественной церемонии, которая прошла в столице, его наградила Казахстанская федерация футбола. Он стал победителем в номинации «Лучший тренер первой лиги». Отмечу, под руководством Али Алиева «Орлы» стали чемпионами и одержали 17 побед при двух поражениях. Еще семь раз петропавловцы сыграли в ничью. В следующем сезоне они будут бороться за награды в высшем дивизионе. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok